здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие и с вами я и нарезаю варю себе кофе время 7 утра как-то я проспала думала пораньше встану сейчас кофейку выпью и буду приниматься за какие-нибудь дела кофе всегда варю крепкий поэтому здесь на у меня будет чашечки 3 поэтому я и не так положила одной рукой снимаю и другую крутила хорошая примета когда просыпай сахар мимо пойдем кофе пить здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая все одну чашку кофе я уже выпила и сейчас хочу еще выпить кофейку время посмотрите уже без 20 10 я уже там побывала на своем полтора огороде и все-таки я нашла кабачки одно семечко только не нашла остальные есть я вам потом попозже покажу хоть был дождь но я все равно их пролила и пока баночкой закрыла один то там совсем такой был подсушенная семечка вроде столько было дождей а семечка такое подсушенная поэтому я его полила и баночкой закрыла пластиковых бутылок у меня нет к сожалению есть одна вот пью я из нее баночка тоже ничего потом будет жарко я ее сниму и снова накрою ближе уже к вечеру так что я хочу сделать я хочу вам показать висеть здесь от мух это понятно пусть висит мало ли какая оса ли кто тут прилетит дети будут хоть прилипнет смотрите за нарез очки я сделала эти занавески у меня когда-то дома еще до ремонта висели вы знаете какой здесь карниз да здесь надо подгибать но сейчас в общем то я смотрю у многих так сделано и в интернете также это модно между прочим даже не думала что вот так вот на карниз можно повесить просто подогнуть вдеть в палочку и все вот раньше же весили эти железные кольца без них лучше сделала я на скорую руку потому что эти занавески а потом не планирую сюда весит будут немножечко другие поля говорит они все равно просвечивают и телевизор мешают смотреть вечером вот когда он здесь сидит или я например сижу да и здесь падает как раз солнышко и плохо телевизору но они тоненькие знаете вот такой вид интересный получается да за навесками совсем как будто бы другой что-то не такое голая как с одним тюлем например что-то домашнее от занавесок от тюля у меня мама вообще была у нее не дай бог где-то неровная какая-то складка это уже все у меня конечно тоже такое присутствует но вот я на такие складки закрыла глаза мне бы еще бы одну такую занавеску я посмотрю есть ли они в продаже видите как вот здесь рисунок очень похож на этот рисунок как красиво сочетается на эту скатерть вот на это окно надо вот еще бы такую занавесочку на это окно чтобы было красиво чтоб сочеталась она в общем-то и не мешает без занавески но все равно чтобы вид был одинаково до что было одинаково красиво и я пока лето видите эти лампы не включаю надо их срочно убирать отсюда не так мигают вы знали да вы знаете кто зимой меня смотрел и все мы никак не можем заказать то у нас одно то у нас другое вот снимем и закажем другие как наверху либо может быть если здесь видите тоже проводку проводить будет некрасиво можно было бы тарелку поставить нет сделаем боковые как на втором этаже такие лампы и нормально будет на зиму намного свет здесь зимой не надо так что я сейчас буду делать конфет это конечно но я себя сдерживаю потому что новый конфет тоже нельзя чем больше их ешь тем больше их хочется а я вам покажу друзья чем я хочу сейчас заняться я вчера вынула из морозилки рыбу ой да коли мне почистил что ли раза что падаешь там было поставить дозатором приятный сюрприз и красивые у меня осталось только намыть подсолить вот этого хочу пожарить окуня так рука грязная так сейчас этого унесу в бочку сжечь мыло там его сейчас я на мою и надо убрать упала вот ну и естественно я на мой сейчас рыбку друзья расскажите тут рыбу еще мыло моет рыбана мыло моет вот что она делает не люблю я вот такие куски мыла мне проще знаете с дозатором бутылочка стоит и для детей удобно и мыло тут не такое грязное сделаем уличный умывальник и все это унесу тем более еще мыльница тут такая видите она красивая но скатывается все с нее так сейчас я ополосну ничего страшного подумаешь упала на голову на голову окуня окуня на мыло мыло вот и все пойду отнесу в бочку так принесла я водички одну рыбку я только себе достану вот такую возьму вот такую большую окунь это очень конечно большой окунь это вкусно мне нравится не знаю жарить голову или нет был бы коли он бы сказал да жарим не тоже голову сейчас друзья я про и закреплю закреплю камеру придержу здесь закреплю сейчас минуточку пожалуйста вот а эту рыбу маленькую закоптим до эту любовь кури мне говорится хочу убрать холодильник еще маленькую свежать я хочу пожарить большую рыбу так вот так салат сейчас мне очень хочется очень хочется пожарить себе яичницу с колбасой так икра я не хочу икру я уберу как у нее они такие скользкие сейчас водичку я поменяю может мне рыбку то это голову то убрать птицам отдать не помню у меня свекровь делала так или нет но голову от рыбы и дали в теплицу наверное это делали или нет верно да верно да чтобы кто-то допить мухи полетят если в теплицу как вы друзья скажите мне что вы скажете на это делают так или нет я не помню делал на такси кровь или нет нет слышала что или даже видела я у кого-то слушайте у кого там могла видеть только вот у кого-то из родственников кто занимался эти коллеги сразу же чистит раз и все это я могу домой приехал привез внутрь рыбу да там немного например штуки 3 раз в морозилку убираю и все мне ее чистить рыбу я не люблю видите мне тут такой сюрприз очищенная рыбка такой конечно огромный окунь когда у него ездили он еще жил у себя в холмогорском районе только познакомились на озеро или таких окуней сейчас я разрежу ее наверное разрежу я ее пополам чтобы мне как раз на сковородку чую мельчить так пополам разрежу не знаю что делать с головой сейчас друзья кстати аллергия у меня стала поменьше видимо действительно отсылает бирюза и я уже утром посыпаю заметил я на плетку вот пишите да цитрин я все простим потому что говорю мне в аптеке женщина сказала что он снимает отек а цитрин нет ты жесткая нужно станет я бы сейчас обрезала бы вот эти вот плавнички от них конечно это вкусно кожуру не снять уже со свежего окуня можно снять я поражаюсь как у Мариса Анатолий снял чешую за кульки тем более они были мороженые он говорит рыбу чистить чистить естественно он то имел ввиду вот эту шелуху представляете он всю шелуху снял бедный парень жена сказала чистить значит чистить так и что я сейчас сделаю я сейчас так я обычно знаете как делаю шелуху я не буду не обваливать ничего просто пожарю все таки наверное на руку вот так насыплю так немножечко потому что здесь же я буду снимать шелуху то когда буду есть так положу вот резинки если ты меня смотри сейчас буду кушать окушки спасибо тебе за рыбку так сейчас все на мою такие дела хозяйственные заодно и с вами поболтаю немного днем если будет дождь записывать продолжение истории еще здесь нож новый есть прям в упаковке не мою губкой потому что вот здесь она уже вроде бы ее и нет но все равно на губке останется с тяпочке как-то легче смывается что тут еще видит особенностью этого мывальника да вот я уже говорила вот так вот был этот рычажок а так опущен так раз опущен был я не заметила не моемся нету вот так вот был нету напора и все нету и все я говорю коля что-то там засорилась видите вылили всю воду прочистил нет ничего там нет оказывается вот он рычажочек он опустился расслабился здесь вот так вот поднять надо и смотрите мы прекрасно чтобы его выфиксировать когда что-то мыть здесь вода будет опять же уходить можно напридумывать здесь и водопровод сделать все можно не хочу нормально мне так не главное чтобы она уходила это вода сейчас уберу здесь шелуху надо делать завтрак и делать дела вот здесь масло колбаска и сейчас видите как я тут буду буду красиво сейчас тут я завтракать до кусочек хлеба плавленый сыр вот половик каждый раз привожу чистый вот в этот раз не увозили его и вечно он у меня здесь чем-то уляпан не могу понять чем постоянно уляпан половик я наверное ведь он еще постелен был когда я холодильник ну а сейчас смотрю здесь он у меня в пятнах в следующий раз я его обязательно выстираем теперь нужно будет мне не нравится когда яйцо бьется а ребро сковородку и все время бью внутри самый такой классический до самый классический завтрак ночует когда особенно живет человек один это яичница если есть колбаска то еще и колбаска да я все время переворачиваю яйцо мне нравится я его перевернула конечно же когда газ посильнее поджаривается получше и выглядит тоже как-то покрасивее ничего колбаска пожарено пусть сейчас дожаривается в общем то можно будет уже завтракать кофе и мишка мишка косолапая все хочу сказать мишка на севере что-то нет конфет мишка на севере шоколадки раньше были сейчас давно не видела мишка на севере это был крупской по моему до шоколад не красный октябрь в общем все равно было вкусно парила с утра прямо такая паркость и вот буквально наверно минут пять назад тоже такая паркость была что-то напарить все-таки приехал сосед где я показывал бескушим вчера в тирам видео показывала за ремонтирует крышу сарайки редко приезжают работают люди работают кто-то кто-то еще даже на пенсии работает я выкачиваю воду из нашего этого водохранилища колодцами назовешь это вот державая вода железный ну пусть скажем железный колодец я выкачу и все сейчас канаву коля мне тут не соединил шланг то наверное забыл да не соединял потому что его бы он бы закрутил бы чем-то а я его соединила протянула туда за баню в канаву пусть выкачивается пусть новая вода набирается участок полной воды коля говорит бесполезно здесь трактором ровнят надо что-то придумывать имеется ввиду тот но сейчас это вот этот участок он сравнялся с тем здесь вот тоже неровности тоже много воды из-за этого люди вот здесь канава у нас есть там тоже есть канава но нам туда выгрузили шлак коля говорит я его перетаскаю лицем они трогай я буду я потихонечку буду его возить нет я приеду уберу потом прочищу каналу это же на будет выкачивать с того колодца у нас забит тоже на будет воду выкачать раньше бывало воду выкачиваешь колодца а потом смотришь и на прямо сочится по стенкам колодца снова набирается буквально пару часов и уже снова смотришь уже вода прибыла много воды почему мы хотим здесь речка рядом причем такая речка что и приливы и отливы бывают ну кто люди побогаче а те конечно много завозят чего-то сюда может земли или песок здесь вот у одного мужчина здесь вообще сколько 15 командов только песка было завезено у нас машина то с песком проехала в росте мостик рухнул у нас завези к здесь камазами так очень надо бы конечно пополоть уже грядки снова но еще земля такая сырая и и начнешь кокшить и и остается на на этой на на тяпке на этой штучке на такой вот уже ручку еще приделает будет остаться земля да она нам обещала если поедем в небо обещала нам дать культиватор если этот культиватор с плугом то он будет помощнее но не хороший культиватор покупали вот когда говорит за лето ну сколько нибудь подкопаем сколько сможем тогда чтобы целину то снять а потом горит я осенью еще культиватором пройдусь но это надо съездить до неге и забрать вот она горит берите копайте сколько надо мы пока ничего не планируем у нее ремонтом полным ходом и батареи она меняет и стены выравнивает там человек женщина такая хорошая все там есть стены ровные делает все представляете главный дом такой панельный вроде бы да на фундаменте стоит его это доводит трещины идут не знаю будет она обоями делать или как но это ее дело потом когда сделает ремонт обязательно потом поедем не в гости вот видите друзья смотрите ветерочек может чего и надоет там такие облака конечно идут такие большие пушистые небо вроде темное как в те выходные небо темное все даже дождь прошел мимо и все стоило мне полить все уехать и дожди зарядили сейчас поснимала на видео отдельно яблоньки одну и другую и девушки послала что она мне напишет по поводу яблони я конечно смотрела видео действительно кто-то забивает гвоздь в ствол как-то это влияет кто-то перематывает проволокой чтобы яблони цвела задача была посмотреть прививками закупанные или нет если это прививка вот там на яблони да то то это нормально значит что-то другое а то яблонка да по ходу она гниет наверно корни подмывает рядом с кого-то нельзя было сажать ну ладно надеюсь не последний год занимаемся дачей дай нам бог еще прожить и радоваться всем нашим посадкам поэтому посадим еще про сирень спасибо что написали что эту поросль можно выкапывать и сажать очень хочу много сирени я бы вот вы знаете прямо за забором бы посадила в эту сирень чтобы она росла радовала глаз потом наших внуков наших детей очень хочется очень хочется соединиться всей семьей мой день рождения пройдет чувствую что я так хочу что день рождения день рождения потому что это не юбилей да и вообще с каждым годом возраст прибавляется что там праздновать то так с курочкой здесь не знаю может катя захочет приехать илюха пока не приедет у толика отпуск тоже он приедет только осенью сказал весточки доходят от них все хорошо сейчас друзья схожу за водичкой все равно пью мне звонят слушаю ну вот она мне заговорили да она подзвонила как раз спрашивала как дела как чего вот поэтому хочется конечно собраться с семьей но вот я и говорю до день рождения может катя приедет стимулечкой отметим все друзья не буду дальше записывать там человек работает и кажется что то у нас тут намечается дождик наверное будет скоро увидимся